Там дотрагивание, еще что-то. Мне это не нравится. Так, из ста комментариев, какой ты классный, ты прочитаешь один комментарий и будешь о нем думать, какой ты плохой. А третий сезон был «Машина». Потому что мне нужно было садиться за руль. А у меня прав нет. Нет, я не тот, я волнуюсь. Я реально волнуюсь. Мог ли подумать мальчик из Пензы, что он будет стоять вот так вот, а за бит написано «Секрет успеха». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите «Вечернюю Москву». Однажды известный мыслитель и философ Конфуций сказал, «Не столь важно, как медленно ты идешь, как то, как долго ты идешь, не останавливаясь». Так ли это и в чем секрет успеха? Поговорим с тем, кто точно в этом разбирается. Я Алена Варакина, а у меня сегодня в гостях актер театра и кино, театральный педагог Вадим Дубровин. Вадим, привет! Здравствуйте! Вадим, 15 лет назад никто не думал, да и ты сам, мне так кажется, что твоя жизнь сведет тебя с театральными подмостками и кино. Угу. Вот каким было твое детство вообще? Потому что ты рос в Пензе, ты родился в этом городе, вел, насколько я читала твою биографию, абсолютно мальчишеский образ жизни. Вот расскажи, чем увлекался маленький Вадим? Ну, на самом деле, нет, все начиналось с детского сада, как всегда это как бы начинается. Я там много пел, читал стихотворения, и вот абсолютно недавно, пару дней назад, я выложил видео по поводу своих именно детских песен. И педагоги всегда по пению говорили о том, что у мальчика как бы есть слух, поэтому как бы нужно его чем-нибудь таким занять. Но мне это никогда не было интересно, потому что мне казалось, ну как бы петь для парня, для пацана, это какое-то, ну, это очень странно. Я хотел быть строителем и как бы делать какие-то очень хорошие и нужные вещи для людей. В какой-то момент я стал заниматься каратэ, хотя мне, то есть это прямо из-под палки внутренне было, где-то месяц, наверное, я походил, и самое такое, такой случай был, когда я первый раз, когда пришел туда, сел на шпагат. Ну, то есть мне было так страшно, потому что там был тренер с такой огромной бамбуковой палкой, и когда дети не садились, он просто бил по мату, и когда я нашла очередь до меня, я понимал, что думаю, нет, я не хочу, я не хочу слышать этого звука. В общем, короче, я сел на шпагат, это был первый и последний раз в моей жизни, когда я сел на шпагат. Я занимался бальными танцами, и в какой-то момент, где-то, мне кажется, в районе 13 лет, к нам в школу пришел педагог из детской школы искусств или что-то такое, и вот тогда она предложила, и почему-то мне захотелось попробовать. Мы попробовали, и как-то, и все, в общем, закрутилось. Предложила вернуться к вокалу? Да, и как бы я начал петь с ней, потом перешел к другому педагогу, и как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть, начались конкурсы, какие-то выступления на площадках, и я помню вот эти видео, когда я как бы еще вот такой, с таким каким-то плечом, вот такая рука, ну, то есть это какой-то, если сейчас посмотреть, думаешь, господи, боже мой, какой ужас. Но петь тебе, получается, нравилось? Да, мне нравилось петь, я ездил по конкурсам, я объездил практически всю Россию, там, до Урала, я ездил в Италию и получил там Гран-при, причем это был тот момент, когда у меня началась мутация, когда голос начинает ломаться, и как бы... И мы поехали в Италию, и перед тем, как туда выезжать, я начинаю петь песню, я понимаю, что она мне высоко. А что это было за песня? Это был уголок России, одна песня и вторая песня Beatles Yesterday. То есть ты пел на русском и на английском языках? Да, да, да. И вот мы приехали туда, и как бы каждый день фонограмму мы опускали все ниже и ниже и ниже и ниже. Но в конце концов я спел, спел, ну, наверное, хорошо, потому что я занял там Гран-при, и это как бы был вот такая вот яркая точка, и я ушел, грубо говоря, в мутацию, когда абсолютно спокойно я как бы занимался, продолжал вокалом, но это не было каким-то прям насильственной такой историей. Это вообще была ожидаемая для тебя победа? То есть это вот какая-то некая... Нет, нет, вообще нет. Потому что ты приезжаешь из другой страны, и как бы всегда кажется, что ну если как бы ты в стране, там, ну иногда второе место занимаешь, то как бы если когда со всего мира съезжаются, ну ты как бы нет, ну точно нет. И, о, у меня мурашки. И это, ну прям какая-то удивительная вещь, ну то есть это вот, наверное, тот вариант, когда люди побеждают в каких-то, не знаю, там, олимпийских играх или еще где-то, когда ты... Ну то есть это удивительно до такой степени, что просто как бы... Ну то есть оно какое-то вот такое состояние. Я продолжал петь, начал тоже ездить на конкурсы, но из-за того, что голос был уже так себе, и как бы он не слушается. Конкурсы были редки очень, я поехал в Москву, конкурс, по-моему, назывался «Открытая Европа» или как-то так. И на самом деле это было, было точнее мое первое свидание, как потом оказалось, с моей женой. Это да, это... Попозже расскажу я эту историю. Я понимал, что в Пензе, грубо говоря, некуда идти, есть культ просвет училища, и как бы все. То есть музыкальную карьеру ты планировал продолжить. Да, да, потому что я просто не знал, чем заниматься, потому что как бы всю свою плюс-минус сознательную жизнь я как бы пою. И как бы что делать, я не... Ну как бы я пою, это моя профессия. У меня было желание быть как известный какой-то певец. Например, кто у тебя был твоим героем на тот момент? Это был Дим Билан, потому что он был прям вышка, я думаю, ну так классно, он так двигается, так прикольно, круто, и как бы девочки вокруг, ууу, так классно. Вот, и когда я приехал в Москву и стал поступать уже в ГИТИС, параллельно еще поступал в некоторые институты, и поступив туда уже, в конце первого курса, я стал понимать, что внутри меня стало что-то меняться. Помимо голоса? Да, потому что я понял, что актерская профессия, как бы вокал, это одно из средств творчества, назовем это так. и меня больше стало клонить в театр, вот прям очень сильно, и вокал у меня отошел как бы на какой-то второй план, потому что как бы мы все пели, и, ну там, поддерживали какую-то свою форму, но как бы большая такая направленность была именно уже на театр. И как бы... Это ты осознал в момент поступления? Нет. Или это пришло даже как-то чуть раньше? Да, это пришло уже в моменте обучения, потому что я не знал, что такое актерское мастерство, как этим заниматься. То есть я выучил прозу, басню, стихотворение, я как-то их прочитал. Это для поступления на вокальное отделение? Да, да. Это бы... Это факультет эстрады. Вот, я пришел туда, спел Шоланда Полной Кефали, мастер у меня был уже, к сожалению, Валерий Борисович Гаркалин. И когда на уже финальные вот эти вот этапы конкурса, я решил заменить песню. И, в общем, пришел с какой-то такой очень красивой мелодичной песней. И он мне сказал, а, иди, пожалуйста, вот сейчас снова зайди, спой то, что ты пел, и как бы все будет хорошо. Потому что тебе кажется... Потому что я не знал тонкостей. Ну, то есть для меня это было... Ну, как бы ты пришел, спел, ну, хорошо. Нужно, наверное, как-то дальше удивлять, что-то делать другое. А тут нет, ну, как бы ты фиксируешь, и то, что ты делаешь хорошо, делай это хорошо. Я поступил в институт, и, как бы, вот, ну, наверное, к концу первого курса, когда мастерство, это как-то интересно, ты что-то изучаешь, органическое молчание, какие-то оценки. И ты понимаешь, что твой мир становится еще больше творческий. То есть ты не только поешь, но ты еще можешь что-то донести до человека. Ты можешь делать паузу и, как бы, понять, что ну, что-то происходит еще, помимо... Вот. И, как бы, вот так началась моя любовь, я думаю, к театру. Если я правильно поняла, то изначально ты приезжал в Москву для поступления на вокальное отделение. И просто сечение обстоятельств, что у тебя не сложилось поступить именно в училище имени Гнесиных, там, может быть, в большую консерваторию. Я не знаю, куда ты пытался. Расскажи чуть-чуть подробнее. Я не буду говорить, что это за место. Вот. В общем, я поступал туда. Это институт, училище, как бы, значения не имеет. Я пришел туда, я спел песню, даже, по-моему, две. И они дослушали меня прямо до конца, что было шоком, потому что там родители стояли все под окнами, же слушали. И там получалось так, что выходит абитуриент, правильно, да? Абитуриент. И начинает петь, и поет строчку, и мы говорим, все, спасибо. Меня дослушали, как бы, до конца. И выходя, все такие, все, ты точно поступил, сто процентов. И, как бы, находясь в этой аудитории, мы начинаем разговаривать с комиссией, и они мне говорят, а кто у вас родители? Я говорю, ну, вот, тот-то и тот-то, вот они этими работают людьми. Они говорят, ну, а приезжайте в следующем году. Я говорю, знаете, не могу, ну, вот, как бы, ну, нет, нужно в этом году. Я, как бы, уже школу закончил, хотя закончил я в 16 лет. Давайте все-таки в следующем году. В общем, короче, я говорил о том, что я смогу платить, я, в общем, сделал все, что вы хотите. И в конце концов, они мне сказали, что у нас нет уже бюджетных мест, они закончились. Поэтому в следующем году мы под вас прям возьмем это место, и вы, как бы, придете к нам и будете учиться. Почему ждать не захотел? Потому что сложилось так, что мы пришли в ГИТИС, на Таганку, причем там был музыкальный театр, точнее, есть. Музыкальный театр, факультет музыкального театра. И заходя, охранник нам говорит, а вы куда идете? Мы такие, музыкальный театр, а, туда, где поют, по-моему, или как-то так мы сказали. Говорят, ну, тут есть два, как бы, эстрада и музыкальный театр. Мы такие, у вас есть эстрада. И, короче, мы пошли на эстраду. То есть, это мы абсолютно не планировали. Мы с бабушкой приезжали в Москву, и, как бы, она сейчас здесь и живет, и спасибо ей огромное за все, что происходило в моей жизни, потому что я понимаю, что это тот человек, благодаря, наверное, которому все это сложилось, и я, как бы, сижу здесь и разговариваю с тобой, потому что, ну, прям это... Ну, короче, спасибо. Вот, и мы пришли на эстраду, проза, басни, стихотворение. Мы стали все это читать, точнее, я стал читать. И вот, ну, как бы, это не было трудностью для меня, как для многих абитуриентов, что они поступают годами, они готовятся. Нет. Я пришел, и просто получилось. То есть, это было просто. Вот, поэтому я поступал еще в один институт, но там было только платное, только платное обучение, и я понимал, что это достаточно будет тяжело для моей семьи, и все сложилось просто удачным образом. Поэтому... Как потом шла учеба? Потому что, когда ты вот не готовишься, когда ты не крутишься в этой атмосфере, да, и для тебя очень много всего нового. Вообще, вот, какие были основные сложности? Потому что ты попал абсолютно все-таки в другую среду. Да, в конце первого курса я попал в один проект, это такая группа, мальчиковая, там были и мальчики, и девочки, и они пели каверы. И я как сейчас помню, это был сентябрь месяц, начало уже второго курса, и мы собирались в аудитории, пели, там были какие-то огромные планы на будущее, но вот я как сейчас помню, мы приезжали туда, и они не платили денег, то есть это было на таких добровольных началах, и мы ели крабовые палочки, потому что денег не было, потому что это было самое дешевое, крабовые палочки и начис, потому что они были очень дешевые, и это была единственная еда, которую мы ели. И вот я помню, когда я пришел на второй курс, и там моя супруга, и я говорю, ну я знаешь, я что-то, наверное, думаю, я пойду, ну как бы я закончу институт, как бы закрою как-то эту историю, и есть у меня желание все-таки продолжить как бы развиваться, это известность, наверное, какая-то популярность, еще что-то, а здесь как бы еще два года ты сидишь, как бы ну чему-то учишься. И вот тогда она меня очень как бы правильно сказала нет, давай, нет, все-таки ну как бы давай. И тоже вот ей спасибо, потому что, ну как бы если бы не она в том числе, то я бы, наверное, где-то пел, хотя спустя, там, не знаю, год или два я решил узнать, что с этим проектом. Ну как бы он, как и многие, огромное количество этих проектов, это было популярно на тот момент, потому что вот этот секрет успеха, когда человек приезжает из провинции, это вот такая сказка, он попадает в группу, еще куда-то. Сейчас такого стало поменьше, но в общем там ничего не сложилось. То есть там были какие-то корпоративы, конечно, ребята что-то зарабатывали, но как бы на этом все и завершилось. То есть все-таки в какой-то момент вот эта вот мечта о создании группы, о сольных исполнениях, она была? Да, потому что ты всегда, тем более молодой человек, мне кажется, он всегда хочет легкого успеха. Как говорил Валерий Борисович, что вот легкий успех, он очень часто уводит с этой правильной дороги, потому что тебе хочется как бы и все, я стал известным. Но за этой известностью чаще всего либо пустота бывает, я не исключаю, конечно, и таланты, и другого, но чаще всего это такая вспышка, а потом человек не знает, что с этим делать и просто и тогда еще сложнее, потому что ты понимаешь эту высоту, на которой ты был и как бы низ куда-то упал. Поэтому я сторонник того, что нужно постепенно, постепенно идти, потому что было сказано вначале по поводу дороги и я прям сторонник, сторонник вот именно этой истории, потому что на моем пути ну как бы бывали трудности, я думаю, будут. И здесь уже тот вопрос, как ты как ты в этом существуешь. Расслабляешься, окей, расслабился, но выдохнул и пошел дальше. Что для тебя было самым сложным уже вот в актерстве непосредственно? Что приходилось может быть осваивать? Потому что многие, например, говорят о том, что в традиционном актерском образовании сначала ломают полностью личность человека, чтобы максимально мог перевоплощаться, чтобы снимались максимально всякие внутренние блоки и так далее. Вот у тебя была похожая история? Наверное, я не могу сказать, потому что у меня не было театрального, не знаю, театральной студии или еще чего-то. То есть, для меня практически все было в новинку. Единственное, я не мог понять, почему, например, педагог говорил о том, что ну вот с опытом вы поймете. То есть, когда у вас что-то произойдет, не знаю, там, ну не первая любовь, а не знаю, потеря какая-то огромная или еще что-то, тебе кажется в твоем максимализме, ну как так, ты можешь это сыграть. Но ты понимаешь, что только со временем, реально прочувствовав это чувство, ты можешь каким-то образом его воспроизвести. потому что обратная сторона нашей профессии заключается в том, что как бы это ни было ужасно, на каких-то похоронах ты иногда ловишь себя на моменте, что ты чувствуешь, для того, чтобы потом выйти на сцену и подложить это. Потому что ну как бы я работаю так и как бы все слезы, которые у меня бывают на сцене, они происходят от внутреннего состояния. Я не могу заплакать вот так по щелчку, как многие умеют. Ну то есть я как бы посмотрел и потекла слеза. Не могу. Ну то есть мне нужно реально внутренне накачаться. По поводу трудностей единственное это институт и ты там ну как бы тебя все равно холят, лелеют, тебя учат. Когда ты попадаешь в театр, это как бы зона некомфортная и достаточно все равно враждебная. Потому что ты приходишь как новая какая-то частица туда и конечно же как бы ну давай удиви. И в супер конкурентную среду. Да, давай удиви и как бы ты ждешь еще того, что тебе там режиссер как бы направит и скажет ну подожди нужно вот так вот или вот так. Но нет, ну как бы ты профессионал. Ты пришел. Ну давай. Ну то есть они конечно тебя подтолкнут чуть-чуть и тут тоже мне повезло потому что первый спектакль такой большой который был в моей жизни со мной на сцене был Валерий Борисович и это тот момент когда спустя два или три месяца я понимал что я не могу то есть я прихожу на репетицию режиссер мне говорит что ну нет ну нет нет и когда ты сталкиваешься с этим каждый день ты начинаешь думать о том что может это ну как бы реально не твое нет не попадаешь в роль да ну то есть ты как бы мимо это не знаю там неорганично или еще что-то и вот тогда я у нас был прям разговор то есть я написал ему или мы разговаривали я не помню точно по поводу того что это я просто сомневаюсь в себе ну то есть в том тот ли я путь избрал потому что театр как бы это все ну как бы продолжительный период твоей жизни все равно потому что для нас это кажется это я сейчас уже с высоты возраста понимаю что в 33 как бы жизнь ну практически только начинается но тогда это кажется что как бы ты вот вошел и все это вся твоя жизнь и как бы нужно же понять куда ты идешь и вот тогда Валерий Борисович прямо мне сказал что нет давай ну нужно как бы доказать себе и на тот момент я как бы доказал и я понял что вот та ситуация очень сильно меня ну как бы замотивировала и немного огрубила но в то же самое время мне сейчас проще как часто приходится тебе себя заставлять то есть вот получается двигать прям силой воли я думаю наверное с возрастом это происходит сложнее но здесь будет одна оговорка потому что недавно абсолютно я как-то стал пересматривать вообще то что происходит со мной и начал себя по-другому мотивировать чтобы понимать для чего я это делаю потому что чаще всего мы все приходим на работу или еще куда-то и как бы это превращается в рутину и как ни крути и как себя не знаю там не заставляешь что-то сделать это все равно рутина и нужно искать какие-то какие-то вещи на которые нужно опереться вот но в моем сейчас возрасте я понимаю что это вот я как раз просматриваю дальней дальнейшую историю куда я как бы двигаюсь какой вектор именно у меня у меня как у Вадима Дубровина не знаю там Артемия или еще кого-то как у человека первостепенно наверное второстепенно может быть у актера потому что я еще являюсь отцом и здесь тоже огромное количество нововведений в моей жизни потому что в твоей жизни появляется человек потом еще один человек и ты понимаешь что ну как бы вы вместе как бы все вы не расходитесь и ваши взаимоотношения нужно тоже как-то простраивать и жить и придумывать что-то новое какие-то подходы а из-за того что это девочки тебе приходится это делать вдвойне потому что я понимаю что как бы мужчина появится в ее жизни поэтому это дается мне с трудом но я пытаюсь то есть твои три девочки это две дочки супруга я так понимаю это основная твоя опора да сегодня это правда потому что очень тяжело жить без опоры вообще и в трудные минуты конечно же ты пойдешь в семью не куда-то в семью у кого-то наверное это друзья но я считаю что семья все равно это некая крепость не знаю твоя цитадель и то место куда ты можешь прийти поплакать тебя обнимут похлопают по плечу и скажут нет мы с тобой и вот эта вера в тебя я думаю она как бы и заставляет меня как бы сейчас двигаться вперед дальше они твои самые суровые критики или наоборот твои самые рьяные фанаты нет я думаю суровые критики хотя они конечно же ощущают себя фанатами наверное где-то я сейчас в большей степени имею ввиду супругу конечно девчонки еще маленькие я не могу то есть чем ближе ко мне человек тем страшнее мне звать его на спектакле ну то есть потому что ты хочешь сделать все идеально и чтобы наверное в тебе не разочаровались ты перфекционист да я ужасный перфекционист и сейчас с этим я пытаюсь работать потому что перфекционизм очень часто это дорога в никуда потому что ты начинаешь улучшать 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 и в какой-то момент это превращается в какую-то уже нездоровую иногда вещь поэтому я сейчас пытаюсь сделал хорошо ну все давай дальше вот сделай что-нибудь другое то есть я пытаюсь над этим тоже работать но я говорю это все приходит с осознанностью ну как бы того что ты вообще делаешь но близких в качестве зрителей ты не любишь приглашать я так понимаю на свои спектакли больше нервничаешь да ну то есть это правда это нервное ощущение когда у тебя не знаю какой-то я не знаю как это сравнить для людей не из нашей профессии когда ты устраиваешься на работу и у тебя нет других вариантов то есть ты должен туда попасть и ты как бы у тебя прям то есть у тебя прям ну практически все трясется потому что я не тот артист который как бы я не волнуюсь при выходе на сцену нет я не тот я волнуюсь я реально волнуюсь больше меньше но это всегда происходит и я недавно для себя отследил с чем связано это ощущение как мне кажется оно похоже когда ты ныряешь в прорубь ну когда ты выходишь вот это и потом как бы тебя отпускает вот этот первый момент вот этого шока наверное выхода на сцену но больше всего страшит предчувствие как бы вот поэтому ну я говорю с годами становится проще выходить но я волнуюсь и родителям детей которые занимаются в студии я вот этот вопрос очень часто бывает как сделать так чтобы ребенок не волновался не приходить на спектакль да ребенка я как бы я не знаю как я не могу дать эту панацею потому что мне кажется волнение это та вещь которая оголяет твою нервную систему и зритель все равно чувствует чувствует когда ты немного расслаблен либо же вот как я сейчас ты включен максимально это такой оголенный нерв я вообще люблю нервные вот эти вот истории больше чем спокойные мне нравится играть каких-то немного больных людей или еще каких-то потому что мне это ближе это ближе моей психофизики а как родители отнеслись к тому что ты вот так достаточно радикально поменял свое направление уйдя из вокала уйдя в актерство практически с головой ну на самом деле я был домашним мальчиком таким ну достаточно и конечно отпускать меня в другой город когда ну парень даже там не гулял не знаю по улице практически это конечно страшно поэтому меня отправляли с бабушкой и я думаю конечно момент сомнения всегда существует потому что мы так устроены в большинстве своем что кто-то лучше чем мы ну то есть и как бы когда ты отправляешь думаешь ну ладно наверное попробует не знаю там постучиться головой не знаю там об двери еще что-то ну и как бы вернется и вот мы как бы здесь ему поможем наверное мы никогда не разговаривали на эту тему но мне кажется когда начинает получаться и и это тот момент когда когда родители приходят к тебе на спектакль когда это тебе страшнее в разы чем вообще вообще когда-то и когда после спектакля они тебе говорят это браво это классно и зрители аплодируют и тебе тоже кричат это наверное ради этого стоит жить ради таких эмоций потому что мы все я думаю большая часть людей ждет подтверждений каких-то как это родительской поддержки вот и когда она происходит и происходит ну грубо говоря на глазах у огромного количества людей ты понимаешь что ты сделал правильный выбор и ты правильно идешь то есть вот это родительское признание оно вот сейчас уже случилось потому что очень часто бывает так что да тебе дают поиграться и все ждут когда ты вернешься к осознанному образу жизни да и вот я говорю ну как бы меня ну то есть я помню это мама и папа они были причем вдвоем они смотрели спектакль и вот когда собралась семья и я не знаю как описать это чувство у меня я достаточно скуден в этом случае потому что у меня только актерская профессия ну то есть я могу как бы объяснить только на некий катарсис наверное 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 да это самое подходящее слово да да я так понимаю в твоей семье вот скажем так по какой-то там отцовской линии или линии мамы там никаких актерских вот таких творческих никогда не было нет сестра тоже не связала свою с актерством нет с актерством нет она ушла в архитектуру тоже достаточно смежную профессию но как бы чуть другую мама ходила в музыкальную школу и как бы в принципе на этом все то есть она пела на праздниках и то очень так ну достаточно много потому что наверное считала что она некрасиво поет хотя для меня этот голос ааа вот такой а папа нет он работал в органах то есть как бы единственное дедушка по-моему если не ошибаюсь играл там на баяне ну как бы это было в каких-то там поколениях и как бы как это произошло ну непонятно почему актерская профессия ну потому что актерская профессия всегда считается какой-то очень ну во-первых несерьезной вот наверное самое подходящее слово хотя смотря наверное на своих не знаю детей я конечно начинаю думать о том что из них кто-то точно пойдет в профессию и как бы как я не хотел как бы я не направлял их в другую сторону рано или поздно они туда свернут но я понимаю что это уже сейчас да когда твоим детям еще только три годика ну конечно потому что ты же видишь ну все равно способности и какие-то наклонности в какую-то сторону то есть моя младшая например то есть она больше двигается вторая больше старшая больше рисует и здесь ты все равно ты уже ты же подмечаешь мы же актеры мы очень-очень подмечаем и в этом плюс нашей профессии потому что я понимаю что мы достаточно легко обучаемы то есть мы можем в принципе войти в любую сферу ну наверное не связанную с точными науками но как бы даже плюс-минус мы как бы можем это делать поэтому для жизни наверное и для того чтобы существовать в социуме это прекрасная профессия реально прекрасная то есть там огромное количество навыков разговора коммуникации общения мы сейчас понимаем что общение у нас сейчас ну практически вышло ну как бы на первый план потому что мы общаемся в соцсетях мы перестали практически писать там в ЖЖ например или еще где-то потому что текст уходит на второй план и ты должен коммуницировать поэтому в этом случае профессия просто потрясающая нет ощущения наоборот какой-то оголенности в этом случае что вот у тебя все получается на показ и все хотят и сейчас этим конечно активно интересуются поскольку популярность уже прям нарастает с каждым днем наоборот нет вот этого ощущения что ты вот как-то вот не закрыт что ли что у тебя не осталось ни одного уголка для себя там для семьи нет на самом деле я понимаю что раньше я был очень сильно закрыт потому что все равно сцена или камера ты все равно у тебя есть дистанция между тобой грубо говоря зрителем и персонажем потому что это не ты все равно это персонаж какой-то персонаж которого ты играешь это его чувства это его переживания конечно ты подкладываешь что-то свое но как бы это все равно некое дистанцирование когда ты выходишь в социальный мир ты понимаешь что здесь это оценивают не твою профессию а примеру твою семью как вариант потому что мне писали какие-то комментарии и еще что-то оценивая мою внешность и конечно меня в какой-то момент когда ты только начинаешь с этим сталкиваться это меня очень очень трогало потому что ты думаешь ну как так из ста комментариев какой ты классный ты прочитаешь один комментарий и будешь о нем думать какой ты плохой а сейчас я стал проще к этому относиться я начинаю показывать себя я мало показываю свою семью потому что считаю что все равно у меня должно быть мое пространство мое личное которое не выходит на показ какие-то чувства и еще что-то возможно в будущем это поменяется но как мне кажется все равно у любого публичного человека должна присутствовать эта зона вот этого маленького домика куда ты точно ну как бы который ты точно не будешь выносить потому что ты там ну как бы можешь генерировать еще что-то сейчас я пытаюсь выходить в соцсети я стал активно достаточно их вести потому что раньше это было такое ну есть настроение поведем нет настроения не поведем да потом вернемся через месяц скажем здравствуйте вы по мне скучали привет а сейчас нет я понял что нужен план как как не крути контент план понимания потому что мотивация это вот такие волны а дисциплина это дисциплина и мы недавно с женой обсуждали вопрос что года два или три назад все были в моменте в потоке как ты чувствуешь так себя и веди а сейчас появилась дисциплина и сейчас отовсюду идет дисциплина но хорошо конечно и то и то но я считаю что дисциплина ну такая адекватная дисциплина она она правильная момент и поток он как бы ну хорошо ну как бы попал ты в момент в поток ну порадуйся в моменте в потоке что как бы это произошло в твоей жизни но дисциплина дисциплина ну практически во всем не знаю даже в каких-то не знаю семейных правилах и ритуалах не знаю когда ты мы вот сейчас например пытаемся вводить когда мы сели за стол семьей к примеру зажгли там свечку и как бы сидим и разговариваем это какая-то мелочь но вот этот ритуал а вот этого единения и как бы вот этой склейки он классный но как бы но все равно день ты попробуешь на вторых конечно ладно не буду пробовать но когда ты день 2 3 не знаю там 21 30 это приходит ну как бы превращается в привычку и как бы для тебя уже когда происходит по-другому ты думаешь ну вот как-то странно со свечкой так прикольно ты помнишь свой первый кинематографический опыт 2010 год твой дебют что драма обручальное кольцо а-а-а да да ну я вообще произошло то есть я имею виду что ты до этого очень много участвовал в постановках в театральных спектаклях и в общем ты был таким театральным актером и вдруг тебя пригласили ты решил попробовать свои силы это это успешно прошел кастинг как вот это вот переход произошел честно говоря я вообще не помню единственное что я помню о медиу павильоны я захожу и я понимаю что это вот как раз тот новый мир в котором ты никогда не был какие-то построенные павильоны свет люди и ты понимаешь что ты входишь в такую степень зажима что ты просто ничего не можешь сделать ну то есть когда ты говоришь текст до такой степени откуда-то из под корки что как бы я не по я вообще не помню вообще я даже не не я даже примерно павильона не помню то есть я говорю это такая степень страха огромного потому что это что-то новое ты не знаешь как с этим работать вообще абсолютно и когда по моему спустя там еще какое-то время меня позвали еще где-то сняться причем это тоже сам тот же самый персонаж где там появился один раз что-то ему дал я не помню пистолет или еще что-то и спустя там не знаю 250 серий он снова появился этому господи как странно этот опыт я ну то есть единственное что я помню это страх абсолютно спокойного моего партнера который как бы ну попить поесть не знаю там почитать сценарий посидеть в телефоне и как бы тебя который который сводит мне кажется даже мышцы когда этот страх прошел он проходит с опытом опять потому что даже когда меня утвердили в жуки первые не знаю там количество съемочных дней конечно понимаешь тебя утвердили ну как бы ты уже знаешь кухню внутреннюю что это все делается не просто так значит реально как бы ты тут попал туда куда нужно но все равно этот страх у меня внутренней там не знаю до пятой смены он присутствовал что мне скажет не знаю режиссер большое спасибо спасибо и как бы появится новый какой-то актер у меня вот вот он реально был этот страх потому что ну как бы я вообще наверное не сильно был уверен в себе ну то есть это прям мне было важно чужое мнение очень сильно конечно это сейчас важно но сейчас я горю это становится проще потому что начинаешь ты понимаешь свою проблему и ты понимаешь плюс-минус как с ней работать прорабатывать бороться как бы от нее никто не отходит я понимаю что она не пройдет за всю мою жизнь никогда но я буду знать кнопки куда нажимать чтобы мне было попроще просто на вот поэтому первый опыт я говорю у меня был ну то есть я говорю я помню только вот какую-то эту панику панику и страх вот страх вот страх то есть при том что в 2010 у тебя началось ну скажем так твоя кино карьера побоюсь этого слова и жуки случились только спустя девять лет да 2019 вышел только первый сезон то есть вот эти девять лет при том что у тебя были работы и была главная роль между прочим дожеков уже было да это все равно вот эта вот работа над собой с этим страхом да это правда ну потому что кино все равно кино отличается театра как ни крути но как бы типа артисты тут и там нет это отличается я все равно существую но как бы даже мимически в том числе у меня существует градус моей мимики даже мне кажется когда мы разговариваем он у меня ну как бы чуть больше чем у кого-то поэтому я просто я работал в театре я когда-то снимался не знаю там раз в год раз в два года что-то приходило получалось и каждый раз но вот это все равно такое вот потому что ты ты не знаешь внутренних процессов то есть ты пришел ты как бы и запомнил эти процессы прошло два года и ты как бы заново приходишь и со всем этим знакомишься потому что это не твое то есть твоя там вселенной существует в театре в зрителях в софитах в рампе в зрители и ты понимаешь взаимоотношений что у тебя нет возможности ошибиться к примеру то есть и вот этот шлейф нет возможности ошибиться я как бы и выносил на съемочную площадку я должен быть идеальным и не знаю там к примеру меня очень любили я надеюсь будут любить скрипты которые контролируют не знаю там стаканы еще что то потому что мне все было идеально ну как бы я повторял практически все идеально потому что я простраивал это в своей голове и для меня какой-то момент импровизиционный он пришел только со временем ну то есть когда ты начинаешь себя отпускать уже расслабляться и как-то в этом существовать да вот поэтому это все опыт это только опыт и я повторюсь что когда мне за и задают вопрос как это сделать только опытом ничем больше я не знаю какой-то волшебной таблетки которые не знаю там тебе скажет представь что ты не знаю на пляже на горе бали ты закрыл глаза и солнце светит тебе в глаза я не знаю такого я не знаю может быть он есть может быть для кого-то он работает для меня нет для меня только опыт опыт и возможность проверять понимать вставать ошибаться принимать свои ошибки потому что мы ну как бы большая часть людей перфекционисты и как бы ошибка это всегда для нас да что ж ты нет ошибаться понимать смотреть на свою ошибку понимать где ты ошибся чтобы в будущем ее не совершать вот и все что тебе вообще дал помимо вот твоего твоей борьбы со страхом вообще весь этот проект джуки все таки три сезона три года активной работы четвертый сезон кстати будет если все будет хорошо туда это спойлер вот что этот проект тебе дал что ты от него получил для себя как актера как может быть личности он дал мне уверенность в себе и в том что я кому-то интересен потому что всегда она у меня существует сомнение того ну как бы тебе кажется что кто то есть лучше чем ты сейчас я понимаю что да есть лучше чем я но я есть я ну то есть это тот момент когда не знаю начинают приходить люди подписчики писать тебе какие-то классные вещи когда люди из твоей профессии тебе тоже начинают говорить недавно я поймал себя на мысли с одной актрисой достаточно известной мы стояли где-то в закулисном пространстве она мне начала говорить но вот в чем она старше меня начал говорить вот это прям ты так классно делаешь вот это прям очень хорошо я понимаю что в своем ощущении вот что какой-то человек сверху говорит тебе какой ты молодец и ты чувствуешь себя очень неловко в этот момент и вот я ты ну как бы я это тоже стал прорабатывать ну то есть это это просто принятие себя этот проект дал огромное количество прекрасных людей просто с которыми мы общаемся мы можем смеяться нам комфортно друг с другом и сам проект он как бы он достаточно как мне кажется многострадальный был с кастингами с какими-то перетурбациями внутренними но в конце концов мы стали огромной семьей ну реально прям семьей когда мы созванивались не знаю мы становимся там крестными детей друг друга ну то есть это какие-то это больше это больше чем работа это становится чуть больше и мне кажется в кадре эта история тоже видно потому что там много любви это может кому-то нравится кому-то не нравится но вот это любовь и тепло как мне кажется с которым это все делалось она чувствуется в одном из интервью ты говорил о том что достаточно много чего ты сделал ради того чтобы сниматься там в первом сезоне во втором сезоне например первом сезоне ты похудел на 7 килограмм втором сезоне ты боролся со страхом высоты ну и возможно было что-то еще вот что это были такие за моменты и как ты вообще на это все решился когда начался первый сезон начинался там поменялся режиссер то есть пилот снимал один режиссер а уже в сезон выходил другой и как-то в не знаю проходи мимо меня он сказал ну чуть-чуть надо похудеть на то есть это было абсолютно в пробру ну как-то это не было тем что о как ты себя распустил нет то есть он как-то сделает это в проброс а я как конечно как бы очень человек очень внимательный я понимаю что надо похудеть камер же еще полнит я реально я похудел на 7 килограмм и я был в районе там ну 70 плюс-минус но когда начался второй сезон началась еще большая жесть потому что была пандемия мы все сидели дома я сидел тоже дома потому что семья у меня улетела в татарстан к своим родителям а я был в москве ну потому что там я что-то делал работал и когда я встал на весы цифра была в восемьдесят три с половиной это при твоем росте а сто восемьдесят семь ну сто семь сто семь шесть а до сезона у меня это был май до сезона у меня месяц и то есть я понимал что за месяц я же должен войти в сезон как бы как я был я же не могу прийти с боленом с таким потому что но я говорю я сейчас смотрю просто фотографии я думаю я выложу абсолютно случайно меня вывалились они я был с бородой то есть она была депрессия я думаю но я думаю это скрытый как от депрессия была еще тот момент потому что я просто я смотрю на себя я не узнаю потухший взгляд у человека вот эта борода причем у меня она очень плохо растет но как бы здесь кусок тут кусок но мне было все равно в общем это было восемьдесят три килограмма и я похудел реально тоже до 70 то есть я сбросил я перестал есть после шести ну то есть если когда мне задают вопросы что ты делал перестал есть после шести меньше сладкого не знаю там фрукты овощи как бы все достаточно просто я не изнурял себя какими-то там супер не хотя изнурял вру имею ввиду упражнениями а изнурял диетами потому что там реально была диета но я вступил в сезон в том весе потому что я хотел доказать себе что я как бы могу это сделать да там это был страх высоты когда меня вываливали из вот этого бойницы и как бы и я просто я понимал что я смотрю вниз а там метров 35 и ты как бы но там ничего не надо играть это вот тот момент когда ты просто себя отпускаешь и тебе ничего не нужно играть только просто живи ну как бы просто чувствую то что ты чувствуешь в третьем сезоне борьбы с весом я не помню какая какая она уже там была у меня потому что всегда борьба с весом если сейчас будет дальше это тоже будет борьба с весом управление такая потому что я себя не так уже сильно распускаю я все равно как бы слежу потому что с возрастом это делать труднее потому что что-то какие-то процессы меняются внутри тебя и как-то ты как бы вроде не ешь а вес набирается я учился кататься на гироскутере вот правда это не вошло в финальный монтаж но как бы я в наколенниках в шлеме я репетировал в москве мне привезли этот гироскутер я катался по двору потом я понимал что мне нужно по какой-то песчаной дороге там кататься они по двору и вот и это был гироскутер они гироскутер на второй был сезон в общем а третий сезон был машина потому что мне нужно было садиться за руками а у меня прав нет нет вообще их и я взял уроки то есть мы потренировались с инструктором это было два или три занятия говорит блин так классно тебе получается ну давай продолжай а я понимаю что вот машины не ну как бы это не мое но не моим я сейчас понимаю что это нужно но прям нужно я хочу себя заставить замотивировать там детьми их нужно куда-то отвозить это очень тяжело не знаю точить их на руках ну то есть мне нужно нужно просто себя сейчас замотивировать на машину я взял эти уроки ну и конечно там была какая-то не знаю иномарка и тут когда я сел в жигули когда вот этот ну как бы рычаг он просто его не знаю там нужно напрячь всю руку чтобы его сдвинуть каким-то образом я подумал о как сейчас будет весело но нет в кадре как бы въезжал в кадр я я выезжал из кадра то есть я тут тут только правда и даже где-то я на проехал по какой-то проселочной дороге но то есть здесь это все было единственное владея пифанцев рядом сидел не подсказывал не нажимай то есть вот это да это было но потому что если ну как бы это вот снова такое потом думаешь ну чего но сделают дубль и сделают еще что-то ну как бы ну заглохнешь ну заглохнешь ну что то есть я с как бы с этим временем я стал проще просто ко всему относиться потому что ну как бы жизнь она и жизнь все ошибаются все не ошибаются вот наверное с 3 сезон наверное все из такого обучение каких-то моих жуки мега популярный был сериал и ты получил огромное признание у зрителя после чего мне кажется ты проснулся что называется знаменитым на следующее утро буквально вот у тебя было это ощущение что вот сейчас вот этот успех он реально на тебя прям обрушился наверное нет а почему потому что я с детства уже ездил на конкурсы и это мне было знакомо то есть когда ты например приезжаешь в родной город и тебя встречают с камерами даже примеру после италии не знаю ты даешь интервью чуть-чуть как бы не понимаешь что ты говоришь но как бы его даешь и у тебя как бы ну какая-то слава есть то есть в школе кто-то знает ну то есть все я уже был с этим знаком то есть вот этот легкий флер успеха у меня уже был и поэтому у меня наверное не было этой звездной болезни которая как ты просыпаешься реально знаменитым тебе пишет огромное количество людей горит господи какой-то прекрасный нет потому что я уже прошел это в более несознательно наверное возрасте это был успех но в моей голове почему-то это как в не знаю в каких-то как фильмы когда просыпаешься и реально то есть у тебя 500 сообщений от людей ну то есть я ждал вот такого когда ты на представлял себе конечно это тоже происходит классно но чуть-чуть поменьше ты такой тоже хорошо ну хорошо очень хорошо да нет не стали приходить люди хотя это не наверное никак не сыграла на руку мне в каких-то актерских предложениях именно киношных но как бы меня заметили наверное в театре чуть больше то есть это стало такой таким увеличительным стеклом когда ты как бы ходишь ой оказывается здесь интересный человек ну то есть я думаю это было вот так скорее всего то есть это помогло мне больше в профессии зрители не останавливать не останавливали тебя на улице не пытались отодрать кусочек одежды я просто я в жизни хожу вообще не так но то есть ну как бы у мне черный цвет я это вот сейчас челка на самом деле я сижу как как это я чаще всего хожу в шапках у меня какие-то не знаю там зализные волосы хвостики еще что то то есть я не выгляжу как дизайнер из сериала нет я выгляжу с огромными мешками но синяками потому что у меня дети я мало сплю я много работы я выгляжу так себе у меня нет у меня нет этих каких-то пока бывает знаете входит человек ты такой вот это вашу нет я вхожу вот так но я вот так хожу я пытаюсь учиться входить красиво пытаюсь я учусь нижней ничего не поменялось твоей жизни нет не поменялось до меня стали узнавать но это это иногда бывает когда человек при точно этого но когда он присматривается когда вот ты сидишь не знаю это было в каком-то лобби это было в лобби-отеле в сочи когда мы вот так вот сидели на гастролях я сидел в телефоне искал и ко мне подошел мужчина ну такой чуть-чуть как бы и он такой ой как и он такой эти узнал игры да спасибо очень приятно все зубы белые как носки и то есть и ты такой да хорошо ну то есть я причем я фотографируюсь практически ну как бы я фотографирую со всеми я не тот человек который скажет извините я выгляжу не очень нет я недавно увидел мне фотографию скинули в поезде девушка проводница решила со мной сфотографироваться я как бы ну как люди ездят в поезде ну то есть а вот такие волосы но там какая-то какой-то ужас и вот она это выложила и думаю ну ладно ну хорошо ну то есть я стал в этом плане проще единственное мне не очень нравится когда начинает нарушать мои границы потому что я не тот человек наверное который вступает в коммуникацию я могу абсолютно спокойно поговорить но как только это начинается лишнее не знаю там дотрагивание еще что-то мне это не нравится нет но хотя я говорю я абсолютно спокойно и отвечу и обсудить могу что-то и еще что-то но как только это начинает превращаться либо в тактильную историю либо в какую-то такую иногда полу хамоватую когда она типа ну ты мы не материмся да ну в общем я понимаю что не не могу мне это мне это тяжело мне это не близко вот ты считаешь себя успешным актером на сегодняшний день не таким успешным как хотелось бы ну это всегда тот момент когда у тебя есть огромное количество проектов где нет отбоя и где у тебя есть такой прям спектр не знаю для выбора когда ты говоришь нет здесь я хочу здесь я не хочу и у меня есть конечно такое желание как бы с возрастом она приходит если там в юности в молодости ты как бы хватаешься за все то сейчас конечно мне хочется уже выбирать потому что иногда бывает что предлагают не знаю постановки или проекты плюс-минус плюс-минус уже схожие с тем что ты уже делал и тебе это перестает быть интересным ну то есть тебе просто не интересно потому что ты хочешь попробовать что-то новое ты уже себе позволяешь выбирать такая возможность есть да то есть я выбираю но я говорю здесь нет не только количество предложений как только их станет больше конечно я с уверенностью могу сказать да я выбираю сейчас это такое это иногда борьба с собой стоит не стоит но иногда нет иногда я начинаю отказывать потому что отказывать тоже нужно уметь нужно и говорить слова нет который я учусь говорить учусь говорить после в четвертом десятки уже, потому что я всегда говорю, да, хорошо, да, нет, тоже работаю, продолжаю. Сколько сейчас у тебя проектов? На данный момент кинопроекты у меня как бы есть какие-то подвижки, наконец-то, я надеюсь, что зрители будут держать кулаки за то, чтобы все сложилось, все срослось, потому что театр все равно очень такая маленькая вещь, а мне хочется пошире чуть-чуть работать. Три проекта сейчас спектакли, точнее, репетируются. Это спектакль «Идеальный муж» по Оскару Уальду в театре «Школа драматического искусства». Там будет премьера 29 и 30 марта, поэтому, если есть желание, приходите, мы будем очень рады. Также это «Тест на любовь», это музыкальный спектакль, а точнее мюзикл в театре мюзикла, и премьера там будет 6 марта, то есть у меня как бы все достаточно сейчас очень идет плотно, и как бы вот этот график репетиций, он достаточно, конечно, проблематичный, потому что ты меньше проводишь времени с семьей, хотя и так не очень много его проводил, но сейчас эти грани еще начинают становиться все меньше. И третий спектакль «Таська» по Булгакову, и ориентировочная премьера там будет в мае месяце. Ну, то есть вот три таких вот ближайших каких-то моих проекта, и, надеюсь, еще летом съемки того самого всеми любимого проекта. Продолжение, с нетерпением будем ждать. Если бы у тебя была возможность выбрать, скажем так, вне границ, вне времени, то с каким бы режиссером ты хотел бы поработать? Никогда не задавал себе этот вопрос, и я объясню, почему. Потому что я тот человек, который хочет попробовать все. Ну, вот прям все. Это, не знаю, это начинается от профессиональных каких-то историй и заканчивая, не знаю, не домашними, а в еде. То есть мне интереснее попробовать что-то новое. Поэтому вы заставили меня врасплох. Я не могу, не могу сказать. Потому что, я говорю, ну, то есть заходя в проекты, мне очень интересно узнать модель поведения режиссера, что он хочет сказать, каким образом, как в его голове все это склеивается, что он хочет сказать и донести до зрителя. И, наверное, я здесь в этом плане любвеобилен, я скажу так. Потому что у одного режиссера ты подметил, не знаю, там, манеру того, как он, как кадры простроил себе, не знаю, руку, которая, не знаю, там, должна быть. И как бы она должна быть там идеально. Второй режиссер говорит, что это должно быть, ну, какое-то вот такое красное. И ты как бы здесь подкладываешь что-то другое. То есть я максимально пытаюсь вот это собрать, чтобы сделать свою идеальную какую-то вот модель режиссера в том числе. И я понимаю, что с годами у меня все больше и больше желания стать режиссером. И многие еще делают, господи. Но да, потому что я понимаю, что я, наверное, точнее, уже не наверное, я могу что-то сказать. Я могу сказать то, что меня интересует. Я могу поделиться, не знаю, своим путем и своими проблемами. Я могу визуально или еще как-то решить какие-то вещи, которые попадут чуть глубже. Потому что режиссер и, мне кажется, режиссер-актер это чуть-чуть, наверное, разные вещи. В общем, я говорю, у меня появилось вот это желание. Ну, то есть где-то с год назад я реально задумался о том, чтобы, может быть, что-то сделать. Но я понимаю, что если я начну это делать, я, скорее всего, вот здесь я любвеобилен. Я уйду с головой просто туда, потому что все проекты, которые делаются, вне зависимости, что это. Это, я не знаю, театральный проект, или работа с детьми. Я ухожу туда с головой. То есть у меня ничего практически не существует. То есть я 24 на 7 нахожусь в этом проекте. То есть про персонажа, если говорить, кого бы ты хотел сыграть, здесь такая же будет абсолютная история. Я думаю, да. Единственное, я больше люблю каких-то нервных, неврастенических людей. Людей, которые с какой-то болью или травмой. Или конфликтом внутренним. Да. Я не люблю вот самоуверенных. Может быть, из-за того, что я по жизни, ну, как бы не такой, я как бы могу попробовать это сделать. И, наверное, у меня это получится. Но мне это просто не близко. Это мне не близко внутренне, потому что мне кажется, что это неинтересно. Потому что интереснее узнать, вот что там внутри, вот что послужило тому, что ты такой странный. Поэтому я вот не врастенник. Я не врастенник. Ну, конечно, с годами это чуть-чуть, я говорю, это начинает вот как наждачкой. Ты как бы начинаешь... Я сказал, на самом деле, сейчас наждачкой. Я понимаю, что вот эта история, например, идет у меня от Дмитрия Антольевича Крымова. То есть, когда у него какая-то вот... То, что ты хочешь объяснить получше, ты перекладываешь на какую-то физиологическую историю, чтобы она была более понятна. Ну, так вот, наждачкой, которая вот чуть-чуть как бы это сгладит. Вадим, спасибо большое. Было очень искренне. Спасибо. Я хочу пожелать чудес в этом году тебе. Спасибо. Чтобы они обязательно были. Спасибо. Это была рубрика «Секрет успеха». У меня в гостях был Вадим Дубровин, актер театра и кино, театральный педагог. Подписывайтесь на «Вечернюю Москву». Не пропустите наши следующие выпуски. Я Лена Варакина. Увидимся. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»